Счастье в их доме, хоть отбавляя, в большом коттедже по улице Надежды, вот уже 20 лет Надежду дарят приемным детям. Именно здесь, в 89-м году, заработал первый в республике семейный детский сад. Слава об Александре и Анне Суворовых уже разлетелась на всю страну. Вместе они воспитали троих родных и 20 приемных ребят. Многие уже встали на ноги, обзавелись работой и своими семьями. Сейчас у Суворовых подрастают шестеро мальчишек и девчонок. В гостях у дружного и счастливого семейства сегодня побывала депутат Государственной Думы Алена Аршинова. Подробности в следующем материале. В этом доме спорится любое дело, потому что берутся за него в несколько десятков рук. Дети из детдома, говорят Суворовы, во всем хорошие помощники. На пособия признаются родители, особо не разгуляющиеся. Чтобы баловать большое семейство, приходится вести собственный бизнес. Только это помогает продержаться на плаву. Приемным ребятам стараются ни в чем не отказывать. Алена Аршинова в гости. Пришла тоже не с пустыми руками. Подарила новый ноутбук. Мышка и роутер. Я думаю, что интернет должен быть доступным. Поэтому пусть будет. И я думаю, что все пригодится. Если бы пятерки вообще учились. Поначалу о 20-ти и не думали. Впервые еще в конце 80-х годов Суворовы хотели взять на попечение только одного ребенка. Тогда в их семье уже подрастали трое сыновей. Но всегда, признается Анна Викторовна, мечтала о заплетании девичьих косичек и красивых сарафанах. За дочкой приехали именно в детский дом. Но здесь материнское сердце не сдержалось. Вместо одной малышки выбрали двух. И еще троих мальчиков. Мы без детей вообще отдыхательные. Мы все время были с детьми отпуска. Все выходные с детьми проводили. И вот мы решили взять двух девочек. И как раз тогда вышло положение о семейных детских домах. И нам детский фонд предложил оформить первую чувашию семейный детский дом. Большому семейству власти помогли. Из квартиры с легкой руки чебоксарского мэра они переехали в просторный дом. Не побоялись взять себе на воспитание четверых родных сестер. Удочерить девочек вместе другие родители отказывались. Поначалу, когда дети подрастали, было сложно обеспечить их жильем. Приходилось по дешевке покупать старые бараки и ремонтировать их. Благо сейчас государство поддерживает. С мебелью и техникой своим детям помогают родители. Где холодильничек старенький, где пылесосик. Спрашивают, мам, когда занавески будешь менять? Я говорю, паски. У меня уже занавески на окнах висят. Уже знают, что окно пойдет в эту квартиру, это окно пойдет в эту квартиру. Наши дети, говорят, Суворовы – настоящие сокровища. Живут дружно. Давняя традиция из семьи – летний отдых на берегу Волги. Туда они выезжают сразу на два месяца. Живут в палатках, ловят рыбу и забывают о городской суете. Там весело, мы всегда что-нибудь найдем, там такое необычное. Мы там грибы собираем, потом суп варим из них. Своим детям Суворовы всегда стараются проявить любовь к труду. Школьные учителя ребятами тоже не нарадуются. Девочки даже побеждали в престижных конкурсах. Некоторые находят в приемных детях схожие черты. Сами родители признаются, что у них есть общее увлечение. Вместе любят играть в шахматы. Правда, чаще всего побеждают не ребята, а девочки. Младший сын Павел пообещал подтянуться, сыграть следующую партию. Ему предложила Алена Аршинова. Ну давай, ты еще чуть-чуть подучись, а потом я приду в шахматы сыграю. Давай, будешь выигрывать у меня. Не знаю. Ну давай, попробуй. Таких приемных семей отметила Аршинова даже по пальцам пересчитать невозможно. В России их единицы. Суворовы говорят, что дети для них всегда были одушены. За заслуги воспитания 20 ребят родители отмечены орденом. Но никакими наградами оценить это невозможно. Многие их называют героями. Эта семья готова делиться опытом. И можно приходить всем, кто хочет последовать примеру. И действительно, кто хочет подарить тепло своей души. Дмитрий Ковалев, Александр Петров. Республика.